Всем тропический привет народ, с вами канал Тропикал и сегодня в этом видеоролике я бы вам хотел рассказать о том, насколько опасен укус у жалобы обыкновенного, имеет ли этот уж яд и все прочее о его укусе. А также мы с вами развеем некоторые мифы насчет ядовитости ужей и в общем-то все в этом роде. Ну что ж, давайте же не будем с вами медлить и наконец приступим к нашему довольно-таки сегодня интересному ролику. Ну что ж, погнали! Ну что ж, уж обыкновенный, латинское название natrix natrix. Имеет ли этот уж зубы? Может ли он укусить? Сегодня все это вы узнаете. Уж обыкновенный, как и все животные, может укусить в случае опасности. Но по своему характеру эти змеи довольно-таки добрые и даже в природе дикий уж вряд ли вас укусит, даже если вы его очень сильно разозлите. Лично меня на моем опыте ни разу не кусал уж, хотя я очень много этих змей перевидал, много их у меня в руках побывало. И в общем-то ни один из них меня ни разу не кусал. Тут же я вам хочу сразу ответить на второй вопрос. Есть ли у ужа зубы? Конечно же у ужа есть зубы, но они очень маленькими и как бы он ими пользуется только для того, чтобы зацепиться за жертву. Ну то есть, когда уж заглатывает, допустим, ту же лягушку, так как она очень скользкая, он этими зубками крохотными своими зацепляется за ее кожу и тем самым проталкивает ее в брюшко. Но отрывать куски там, например, от плоти жертвы он этими зубами не может. И маленький ужик, вот например, как у меня, вряд ли прокусит вашу кожу. И змей меня кусала лишь один раз, пыталась укусить медианка. И да, кстати, про медианку тоже ходит очень много мифов и расскажу, если вы хотите, я вам могу это рассказать в следующем ролике. Но сегодня не отдаляемся от темы. Ну что ж, а теперь я вам расскажу, есть ли у ужа яд. Итак, вот что написано об этом в интернете. 12 ноября 2018 года Надежда Острова ответила на такой вопрос, как имеет ли яд ужи. Вот что по этому поводу сказано. Большинство ужи не имеют яда. Некоторые ужи имеют яд, но для человека он не опасен. А поэтому обычно ужи не считают ядовитой змеей. Ну что ж, ребята, из этой статьи мы делаем, ну мы можем сделать вывод, что уж обыкновенный, как и большинство ужовых, не является ядовитой змеей. Но не все так просто. Несмотря на то, что ужи обыкновенные не имеют яда, они обладают довольно-таки токсичной слюной. Что это значит? А это значит, что поскольку уже нет ядовитых желез, у них во рту творится полная помойка. То есть там размножаются всякие бактерии и, в общем-то, много всякой заразы. И при укусе вся эта зараза может попасть вам в рану. То есть если взрослый крупный ужик вас укусит по какой-то, я не знаю, там, это очень сложно его, чтобы вывести из себя, чтобы он вас укусил. Но, в общем-то, если это произойдет, то эта рана, в эту рану попадет очень много всяких бактерий и микробов. Но не расстраивайтесь, не паникуйте. И достаточно всего лишь обработать ранку каким-нибудь антисептиком, например, спиртом или перекисью водорода. Итак, ребята, я думаю, вам будет интересно узнать, откуда взялся миф о ядовитости уже обыкновенного. Поскольку наши деды и прадеды не очень-то и разбирались и не очень любили всяких ползучих гадов, то на их счет они напридумывали очень много страшных легенд и которые передавались из поколения в поколение, из уст в уста. Значит, допустим, сделаем такую ситуацию, да, представим себе. Какой-нибудь грибник лет сто назад пошел за ягодками или за грибочками и его случайно укусила черная гадюка. Разумеется, он умер, да, и при этом все напугались это, все в деревне, да, допустим, узнали об этом. И, разумеется, все стали бояться этих змей и им вообще стало, как бы, неинтересно, какая из них ядовитая, какая нет. Они просто всех змей приравнивали к ядовитым. Еще среди ужей встречаются часто особи-меланисты, то есть это полностью черные ужи. И, судя по этому, можно сделать вывод, что наши предки их могли спутать с той же самой черной гадюкой или гадюкой Никольского. Ну что ж, вот так вот. Итак, ребята, я бы хотел теперь вам рассказать еще про один миф, но он, конечно, немножко не в тему, но, тем не менее, я вам про него расскажу. Миф называется «Кладка гадючих яиц». То есть, очень много людей путают кладку ужей и кладку гадюк. Ну что ж, у меня вот такая вот была такая ситуация. То есть, я в интернете, вот, пока искал информацию, тоже прочитал это и нашел. В общем, человек нашел у себя в огороде кладку гадючих яиц, как он думал. Змеи на яйце лежали там, и, разумеется, он с ними расправился. Ну, ребята, как вы, я думаю, уже поняли, оказалось, что это была кладка не гадючих яиц, а ужинных. Я думаю, вы спросите, откуда ты знаешь, что это были именно ужинные яйца, а не гадючие? Я вам отвечу. Гадюка является живородящей змеей. То есть, она не откладывает яйца, а змеята полностью развиваются внутри самки гадюки. И она уже рождает в такой пленочке маленьких гадючек, как живородящая ящерица, по принципу живородящей ящерицы. А у жижи, тем временем, они откладывают яйца. И чаще всего они откладывают яйца в кучи навоза, так как там довольно-таки тепло из-за процесса гниения. И поддерживается нужная влажность и нужная температура для змей, то есть, для яичек этих. И они не ухаживают за своими кладками, то есть, они вот отложили яйца, и всё, они больше, как бы, не считают их своими детьми. Ну что ж, ребята, я думаю, вам понравился сегодняшний видеоролик. Я вам рассказал о укусе ужа, и я думаю, теперь никто из вас не будет бояться этого укуса. Как бы, ничего страшного не будет, если укусит ваш уж обыкновенный. Но есть один вид ужа, которого действительно стоит бояться. И давайте же я вам о нём расскажу. Вид называется тигровый уж. Это очень красивая змея, у неё яркие окрасы, и, в общем-то, она очень красивая. Но она ядовита. Но ядовита, в общем-то, не сама змея, а то, чем она питается, то есть, как в случае с древолазами. Уш обыкновенный, уж, тигровый уж, он питается жабами, которые являются ядовитыми. Этот яд не вредится мимужам, но он откладывается у них в специальных железах. Был даже зафиксирован случай, когда от укуса этого ужа умер ребёнок. Но наш обыкновенный уж к этому ничего не имеет, и он полностью безопасен. Ну что ж, ребята, я думаю, мы с вами теперь начнём прощаться. С вами был канал Тропикал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам интересно узнать о медианке, то пишите в комментариях, и я сниму вам ролик. Ну что ж, всем пока-пока, друзья!